Ребята, всем огромный привет! С вами Светлана и Катерина. Мы записываем видео о книгах, которые мы прочитали в феврале месяце. У меня их... Где моя статистика? У меня их, по-моему, 11, если я ничего, конечно же, не путаю. 12, ребята, 12 книг я прочитала за февраль месяц. И все это художественная литература, потому что тот нонфиг, который я планировала прочитать в феврале, это основание. Первый том Акройда «История Англии», он у меня пока так и не дочитан. Там осталось, ну, наверное, чуть меньше, чем половина. Ну, вот, не успела. Хоть делила я себе все это дело на странички, но что-то пошло не так. И, получается, ни комиксов я не читала, больше ничего, только художественная литература. В общем, 12 книг художки. У меня из 13 книг список получился более разнообразным. Я читала «Мангу», это новый томик госпожи Гагуи IV. Мне по-прежнему очень нравится эта история. В ней какая-то есть душевность. И я читала шестой том «Наруто», это последний том, который вышел на русском. И после этого я уже пошла читать дальше свои старые, ну, вернее, те старые фанатские переводы, которые были до официального выхода в Россию. Я вам покажу книгу, с которой у меня был начат месяц. Это Кейси Пакот «И тьма взойдет». Поняла я, что почувствовала себя глупо, когда мы сказали в видео, что не знаем австралийских писателей. На самом деле, я никогда не думала… Я не говорила такого, что я не знаю австралийских писателей. Не надо меня приобщать к этой фразе. Тем не менее, я почувствовала себя глупо, потому что реально много австралийских писателей, о которых я не думала о том, что они австралийцы. Кейси Пакот «Живет в Мельбурне», она австралийка. Перевод с английского, и ты так автоматически «Англия» либо «Америка». Все. Кейси Пакот «Австралийская писательница» — это последняя на данный момент книга, которая у нее вышла и которую я прочитала. Я даже полезла на ее официальный сайт после прочтения посмотреть. Точно-точно, да, больше нет ничего, и когда же ждать дальше? У меня теперь к этой писательнице какой-то невероятный кредит доверия, потому что все, что я у нее читала, мне все понравилось. И даже несмотря на все те, ну, можно назвать это скандалы, не знаю, разговоры, что когда у нас эта книга пришла на английском, то издательство, которое обладает правами, передало нашему издательству черновой вариант. Может быть, я настолько уже простой читатель, но я каких-то особых косяков, какого-то ощущения, что здесь что-то не так, не почувствовала, как это, например, было с Марлоном Джеймсом и его Леопардом. Для меня все было нормально. Да, здесь действие развивается нединамично, все идет медленно, но вторая половина книги, она тебя не отпускает. Но ощущения затянутости, как это часто бывает, его нет. Я как человек, не скрывающий того, что я не читала «Властелина колец», тем не менее, увидела здесь много параллелей с «Властелином колец». Более того, я даже когда Светлане зачитывала куски, она говорила, да, очень похоже. Дело в том, что здесь прошло много лет после того, как победили злого повелителя. И вот эти параллели с Сауроном, они очень явственны. Вот главный герой, которого зовут Вилл, во-первых, мне нравится, что у Кейси Пака для жанра подростковой литературы очень интересные герои. Здесь есть только один шаблонный персонаж, я не буду вам называть, кто это. У меня было ощущение, что туда вообще вставили вот фарфоровую куклу. Вот отношения 16-летнего Вилла, у которого погибла мать, и он много лет скрывается, и он не понимает, от кого он скрывается, и почему его кто-то преследует. Так вот, его отношения со своими новыми друзьями, его отношения с Джеймсом, который якобы предатель, они очень интересно развиваются. Здесь интересное устройство у хранителей. Это, знаете, последний осколок старого мира, который сохраняет в себе традиции и свет. Ну, как ты всегда понимаешь уже по началу книги, не всё там так просто. И люди, возможно, из-за того, что вот много веков что-то менялось, что-то утрачивалось, они, в принципе, немножко потеряли всё то значение и всё то, чем жили эти хранители много веков назад. Так вот, несмотря на все параллели очевидные с «Ластелином колец», мне очень понравилось. Я жду вторую книгу. Собственно, как я у Кейси Пакот читала «Пленённого принца» и потом искала всякий красивый фан-арт, как выглядели обложки на японском, польском, точно так же я это делала и в этом случае. Вообще, Кейси Пакот теперь одна из моих любимых писательниц в подростковой литературе. Но вот именно из-за Катиных ассоциаций с «Ластелином колец» я и «Тьма взойдёт» тоже хочу прочитать. Я не хочу читать «Пленённого принца», хотя Катя очень настаивает, чтобы я попробовала. Но вы понимаете, мы всё равно будем писать, меня заставили это читать. Но вот опять-таки, да, это абсолютно нормально проводить какие-то параллели с более классической литературой, с более известной, но здесь есть одно «но». Каждый писатель вдохновляется и заимствует по-своему. И главное, вот умение на базе сделать что-то своё. У меня не было ощущения там картонных персонажей, картонного мира. Она на базе «Властелина колец», да, на любви, я думаю, даже большой к нему, сделала что-то своё. И вот этот случай – это нормально. Так, ребята, давайте я начну с тех книг. У меня в феврале нет вот книг, которые я могу отнести к худшим. Всё, что я не дочитала в феврале, у меня выходило отдельное видео, читаю 100 страниц и бросаю. Я не знаю, можно ли назвать те книги, которые я не дочитываю, прям худшими. Мне кажется, это совершенно другая категория. Это просто те книги, которые я не могу ассоциировать свою читательскую жизнь с этими книгами. Но если говорить о тех книгах, которые вот в феврале даже не худшими, ребят, я это назову, я это назову, наверное, своими немножко расстройствами. Потому что у меня были и надежды на эти книги, и всё говорило о том, что мне это понравится. Но, к сожалению, не случилось вот того самого, что история пришлась в нужный момент, в нужное время. У меня таких книг две. Во-первых, это Дарси Коутс и её Крейвен Мэннер, Хранитель призраков. Я думаю, многие помнят, кто смотрел наш канал осенью, что я читала у неё призраки дома Эшберн. Мне очень понравился роман. Я тогда схватила именно то настроение, которое мне хотелось получить. Это мистика, тайны, загадка. Какие-то вот мурашечные, прям холодящие душу и кровь моменты. Это и о дружбе. И вот прям всё. Если вы, кстати, будете слышать в наушниках, а я думаю, в наушниках будет слышно сопение, это не мы с Катей сопим, это сопит кот, который, конечно же, здесь рядом с нами присутствует. Он не оставляет нас ни на мгновение при съёмке видео. Но вот эта книга, это был вот прям, я не знаю, прям иногда хотелось плакать постранично буквально. Здесь полные параллели с призраками дома Эшберн. Я не смотрела, и даже мне неинтересно, какой из романов написан раньше. Но дело в том, что если говорить о сюжетной конве, об основной линии, то эти два романа абсолютно, вот абсолютно одинаковые. И там, и там. Только в одном случае главная героиня, в другом главный герой. Это люди, у которых огромнейшие проблемы в жизни. И у них одна из самых главных проблем, это то, что им негде жить. Если в призраках дома Эшберн у нас у девушки просто там отняли всё, и она едет в доставшееся ей наследство дом, то здесь у нас молодой человек, который живёт у своего брата, у него нет работы, у него нет возможности платить за жильё. И брат его всё там притесняет и притесняет, выдвигает ему всё новые-новые условия. И он однажды получает письмо. Неизвестно от кого, кто его подкинул ему под дверь. Но в этом письме предложение работы. Он может прийти в одно заброшенное поместье, которое находится в этом же городе, и остаться там жить в качестве садовника. То есть ему надо следить за садом. Но там есть определённые условия, которые он должен соблюдать. Типа того, что там не выходить ночью на улицу. Если в дверь кто-то стучит, ни в коем случае не открывать. В общем, вот это вот всё такое, что нас должно сразу же настроить на такой опасливый лад. Якобы там вот что-то нечисто мы уже предчувствуем. И вот все ситуации, которые возникают по ходу этого романа, даже развитие самого нашего персонажа, это калька друг друга, абсолютно никаких новых идей или ещё чего-то, вот их нет. И я чувствовала, что я просто читаю какой-то вольный пересказ тех же самых призраков дома Эшборн. Одна и та же идея, одни и те же мысли, вплоть до того, что возникают одни и те же ситуации. Какие-то столкновения с нечистым, да, с мистикой, они возникают просто переписанные из одной книги в другую. Я даже сидела и некоторые моменты себе вот смотрела, сравнивала и отмечала. И мне это очень сильно не понравилось. И я действительно расстроена, потому что на Дарси Гоутс после призраков дома Эшборн у меня прям, знаете, какая-то надежда взлетела, что это будет писательница мистических романов, которые я буду тоже вот прям все покупать, все читать, и они все будут классные. Ну ты будешь давать еще ей шанс? Я буду, да, естественно, я попробую, если что-то будет переведено еще на русский, я попробую другие. И второй роман, ребят, который меня расстроил, с нетерпением ждала перевода, потому что я видела его первую экранизацию, которая... Слушайте, я не помню год, когда она выходила. По-моему, это были 30-е. Вот, ну это что-то прям начало, да, первая половина 20-го века. Я еще даже проверила. Вот проверь, пожалуйста. Это «Аллея кошмаров» Уильяма Грешема. И я этот роман, я его слушала в аудио. Читал, кстати, Владимир Рыбальченко и начитка романа «Безупречная». Мне очень понравилось, как читали, но, к сожалению... 47-й год. К сожалению, у меня с этим романом не сложилось. Но в данном случае я могу вот объективно сказать, что это очень хороший текст. Это очень хорошие персонажи. Это очень хорошая психология. Это очень глубокая проработка становления и падения героя. И очень хорошую тему поднимает автор, когда человек идет к своей цели по головам других, жертвуя абсолютно всеми, оставляя себя только единственного на пьедестале. И к чему, в принципе, все это может привести. И мне очень нравится финал, вернее, завязка и финал романа. Я люблю закольцованные произведения. Но при всем при этом, когда я его слушала, у меня был какой-то очень отстраненный интерес. Такое впечатление, что мне рассказывают какую-то классную, удивительно потрясающую историю, очень намеренно делая ее для меня скучной. Намеренно где-то подзатягивая. Намеренно где-то смещая акценты. Я даже четко не могу выцепить вот этого ощущения, что было не так. Но я же посмотрела после того, как прослушала роман, я посмотрела новую экранизацию Гильермо Дель Торо, и у меня от нее абсолютно такие же впечатления, как от прослушивания романа. Если кто не знает, у нас там главный герой, у которого рушится тоже вся его жизнь, и мы практически там вот поэкраниз... Слушайте, я же не помню, что было в экранизации и что было в самом романе. Но мы так приблизительно понимаем, что ничего хорошего у него там в предыдущей жизни его не было. Он приходит работать в цирк, вот эти цирк, шатры, уродцы, вот это вот все дело. И он устраивается туда на работу, потому что выбора у него особо нет. Он начинает брать уроки, ум, гипнотизер, фокусник, вот с теми людьми, которые работают с аудиторией, предсказателей, вот это все. Манипулирование нашим вот сознанием. Толпу смотрят, там говорят, у тебя жена изменяет, вот там, я не знаю, отнеси к дереву там три копейки, зарой в такой-то ямке и все пройдет. Или общаются с мертвыми. Вот на что делал потом упор наш главный герой, это богатые. Спиритические сеансы. Спиритические сеансы, да, богатых людей. Он выкачивал из них деньги, якобы разговаривая с их мертвыми родственниками. Покойными. И вот сама, покойными родственниками, да, Кать. И сама вот, сама тема мне очень интересна, мне очень близка, потому что все это людская психология, да, все вот эти вот пороки, все вот эти вот какие-то ямки-ковыряшки. Но вот мне было неинтересно. Просто скучно, откровенно. У меня только в двух моментах был вот реально вот такой вот прям всплеск интереса к тому, что происходит. Это завязка и финал. Но, тем не менее, несмотря на то, что, ребят, вот для меня показалось все скучно, да, и я немного расстроилась этим романом, я, в принципе, советую, если вы любите глубокие психологические романы, я советую обратить на него внимание, потому что книга действительно хорошая. Ну вот, что-то, как всегда, где-то не сошлись точечки соприкосновения. У меня февраль был богат на книжные сериалы, вы уже про это от меня слышали. Я вам уже рассказывала про «Охотников за книгами», и когда я их дослушала, я продолжила слушать Дарью Вобылеву и ее магазин «Работает до наступления тьмы», но он закончится либо в марте, либо в апреле. И когда он закончится, я уже вам расскажу полностью все свои впечатления. Но когда я дослушала «Охотников за книгами», мне надо было срочно взять какой-то сериал, который тоже уже закончен. И мой взгляд упал на «Возвращение пионера» Шамиля Идиатулина. Я у этого автора ранее ничего не читала. Я не любитель фантастики, я не любитель советской фантастики, не потому что это плохо, потому что это не моя литература, но я как любой ребенок, который родился в 80-е и попал там на конец 80-х, начало 90-х, ну вернее, с конца 80-х, который помнит уже, что было по телевизору, я очень много видела этих фильмов. Я видела «Гости из будущего», «Приключения электроника». И более того, «Приключения электроника» я еще и читала. И вот эта история очень похожа на именно детскую советскую фантастику. У нас здесь 85-й год, и у нас в летний лагерь, в якобы летний лагерь, выбирают детей лучших по разным направлениям со всей страны. Кто-то лучше по плаванию, кто-то лучше по физике, кто-то лучше по информатике. Наверное, в 80-е информатика как-то иначе. ЭВМ. Вот, я вспомнила это слово. И вот этих детей засовывают в один лагерь. Но это не просто лагерь. Там идет проверка, чтобы из этих детей выбрать тех, кто подойдет на сверхсекретную космическую миссию. И этой сверхсекретной космической миссией могут заниматься дети. Причем дети до пика полового созревания. Мне это очень сильно напомнил Евангелион. Мне очень понравились главные герои. У нас здесь Ленар из Татарстана. Инна, которая гений просто ЭВМ. И она может там все расковырять, проверить. Вот то, что я вообще не понимаю, что делают. Я вообще поражаюсь таким людям, особенно когда это в детстве у людей увлечение. Они там что-то паяют. Ну вот вы понимаете, да, все эти микросхемки. И Олег, который оказался суперпилотом. Дети очень такие взрослые, не по годам. Очень сообразительные. Вот настоящие дети советской закалки. Именно в представлении, в каком-то идеалическом. У них, во-первых, очень странный космический корабль, который похож по форме на яйцо. Когда дети возвращаются обратно, они попадают не в 85-е, они попадают в 2021-й. На ту же базу, которая уже давно разрушена. Я не могу сказать, что прям все ситуации будут забавные в наше время, но они о многом заставят задуматься. Понятно, что ни на одно время, ни на один отрезок времени нельзя смотреть идеалическим взглядом. Розовыми очками везде свои недостатки, везде свои достоинства. Я, конечно, понимаю, что ты имеешь в виду под словом «идеалическим взглядом», но мне кажется, что звучит оно немножко иначе. Странно, да, что-то я не то сказала. Идеализировано. Да, может быть, так лучше будет. И вот вся их история, их путешествия, и то, как они будут себя вести, да, это действительно очень похоже на советскую фантастику. Но что мне понравилось ещё? После десяти глав, а эта история намного короче тех же охотников за книгами, у нас здесь интервью Шамиля Идиатулина с лётчиком-космонавтом Александром Лавейкиным. Тоже из тех самых детей, который никогда не увлекался, не смотрел за новостями по космонавтике. Ну, окей, там увидишь фотографию, чёрные дыры, такой посмотришь, страшно. Всё, то есть меня особо когда-то вот эти технологии не интересовали, и мне опять-таки кажется, что вот этот пик интереса именно людей вот в стране космонавтики, он был в советское время. И вот это интервью с Александром Лавейкиным для меня было в принципе неожиданностью, я узнала много нового для себя. Мало того, что мне была интересна сама история, хоть она и совершенно простая, но мне было интересно это интервью. Такой лёгкий кругозор расширился. Так, ребята, у меня остались, получается, три книги, которые вот я в равной степени могу причислить к лучшему из того, что я прочитала в этом месяце. Во-первых, ой, в этом, в прошлом месяце. Во-первых, это Жорж Пырек и его «Вещи». Это было твоё знакомство. Это моё знакомство с автором. Здесь всего, ребята, вот поразительно-удивительно всегда для меня, здесь всего 158 страниц. У нас история о паре, которая живёт в 60-х. Но каждое слово, каждая мысль, всё, что там написано, такое впечатление, что Пырек вышел на простору нашего мира, окинул его взглядом, большую часть людей и написал именно о том, что происходит сейчас. Они хотят хорошей жизни, они хотят материального благополучия, но у них есть, вот знаете, какое-то представление о том, как они хотели бы жить, вот та самая мечта. Вот она сияет впереди. Но они отказываются от процесса, как этой мечты достичь. И они, в принципе, да, не представляют. Им хочется, чтобы на них это всё свалилось сверху просто так, потому что они хорошие. И вот они работают, что-то там делают, что-то ковыряются, но никаких действий к тому, чтобы достичь этого благополучия у них нет. Это те самые люди, вот что они, что их круг общения. Когда чем больше они получают, тем больше они хотят. Но им очень хочется, чтобы это всё вот реально на них падало. Это давалось им просто так, когда они не будут прилагать усилий. Это те самые люди, которые, вот знаете, они лучше будут сидеть на диване, они абсолютно ничего не делая, но только, например, не пойдут куда-то делать что-то, как им кажется, их недостойно. Очень часто от каких-то своих знакомых, от коллег по работе я слышала именно такие ситуации, когда там муж или жена, они будут сидеть, или сын, да, или племянник. Я буду сидеть дома, у меня вот высшее образование, и пойти работать там, не знаю, низкой профессией продавцом я не пойду. Поэтому я лучше вообще ничего не буду получать, и буду сидеть у кого-то на шее, чем я пойду с низов. Я хочу сразу быть, грубо говоря, директором магазина. Я не хочу проходить вот эту вот цепочку и унижать себя какой-то вот этой вот нелицеприятной работой. Это та самая книга, которую можно растащить на цитаты от и до. Я зачитаю вам одну, мне она очень нравится. «Но великие мечтания, которым они самозабвенно предавались, оставались мечтами, а их реальные усилия равнялись нулю. Они не предпринимали никаких попыток согласовать насущные потребности с реальными возможностями. Их парализовывал размах собственных желаний. Это отсутствие простоты и даже здравого смысла было для них характерным. Им не хватало независимости, в этом-то и было дело. Им не хватало даже не объективной материальной независимости, а внутренней непринужденности, раскованности, непосредственности. Они были склонны к раздражительности, нервозности, судорожной жадности, даже зависти. Их тяга к благополучию, к роскошной жизни чаще всего проявлялась в каких-то глупых увлечениях. Это вот те самые айфоны в кредит, это те самые сумки за хрен знает сколько денег. Я когда думаю об этом, ну что с этой сумкой можно сделать, если ты с голой жопой ходишь? Парадокс нашего мира. Вот 60-е годы, 67-й по-моему, а всё ВОЗ и ныне там. Я не знаю, зачем у меня в феврале вышло так, что я читала две очень эмоционально тяжёлых книги. Это Рана Восякина, о которой я рассказывала в книжных выходных, и Благоволительница Джона Литтла, книга, которую я прочитала за 23 дня. Джонатан Литтл, вообще потрясающий совершенно человек, который проделал огромную подготовительную работу, прежде чем писать Благоволительниц. Если вас пугает её объём, но здесь на деле всего-то 700, где-то 16 страниц, это включая статью после, то пусть он вас не пугает. Литтл не пишет каким-то сложным языком, да, это не экспериментальная литература, это не мета-мета-модернизм, не что-то такое, это то, что можно воспринять любому человеку. Но это очень сложный взгляд на Вторую мировую войну, потому что здесь наш рассказчик, наш главный герой, немец, он служит в СД, и мы наблюдаем за всем происходящим его глазами. При этом, вот мне что понравилось после словий, да, из-за того, что мы всё время видим всё глазами рассказчика, это самый нереалистичный персонаж. А взгляд автора и взгляд героя – это немножко разные пласты, немножко разные уровни восприятия действительности в литературе. Вы понимаете, в той действительности, которая присутствует в «Благоволительницах». Наш главный герой Максимилиан Ауэ с одной стороны служит в СД, да, он участвует, он попадает не в одну горячую точку, с другой стороны, это герой максимально маргинальный в той Германии, в которой он живёт. Я себе, кстати, в читательский записывала только мысли уже после того, как я прочитала книгу. Я для себя вела такую карту перемещений нашего героя. И вот какие места он посещает, оттого меняется тональность. Самый тяжёлый отрезок, пожалуй, находится в Волгограде, где были страшные бои. Вы все знаете, да, про Волгоград, который тогда был Сталинградом. А наиболее, если так можно назвать, вот это спокойное время, включая для героя и тех, с кем он общается, они на Кавказе. И здесь очень много параллелей с русской литературой. А то, что происходит с ним на Кавказе, вот вы точно вспомните Лермонтова и самого Лермонтова, и героя его из романа «Герой нашего времени». Там идёт очень много параллелей, и здесь есть параллели с Достоевским. Мы видим нашего героя, который начинает свой путь в конце 30-х, начале 40-х. И мы видим окончание войны, там практически финал, это 45-й год, там может быть либо день в день, либо на следующий день Германия пала. Мы видим его метаморфозы. Как человек меняется, как меняет его, то страшное, та страшная действительность, которая происходит вот со всеми людьми. И вот эти метаморфозы, на мой взгляд, они происходят не только психологически. У Литтела получилось это показать и физически. Да, на войне бывает дизентерия, бывает дифтерия, бывают вши, но то, как мучается наш герой, у меня чёткое ощущение, что он, можно сказать, перерождается духовно. И перерождается не в лучшую сторону. И вот это перерождение, здесь есть две таких, здесь есть несколько кульминационных точек. После одной из них в Волгограде он попадает обратно в Берлин. При этом здесь есть эпизоды, во-первых, пучина безумия своеобразного, она его всё сильнее поглощает. И вот здесь напрямую идут параллели с преступлением и наказанием. Только есть ли какое-то серьёзное наказание, потому что мы знаем, как наш герой живёт после войны. Ещё большой вопрос. В общем, ребят, это очень страшный роман, страшный именно тем, что там происходит. И это наиболее, на данный момент, он считается одним из самых важных романов, написанных о Второй мировой войне. Ещё в январе я начала читать трилогию, пограничную трилогию Кормака Маккарти. Феврале её уже заканчивала. Мне очень понравились все три романа. Но они, знаете, очень отличаются друг от друга именно по тональности и по реалистичности происходящего. Но по реалистичности происходящего не в том смысле, что автор недостаточно где-то что-то выписал реалистично, а именно по тому ощущению реальности, которое в них складывается. Если первый роман – это роман взросления, суровый, аскетичный, чёткий, но твёрдо, вот реальность этого романа, она твёрдо стоит на ногах. «Кони-кони» первый роман. То уже во втором романе «За чертой» читатель чётко ощущает, что реальный мир, он выплывает со строк и появляется мир какой-то мифологической сказки, мифологического фольклора. Мир, в котором ты очень зыбко ощущаешь реальность происходящего. И получается, что даже сюжетно «Кони-кони» и «За чертой» они повторяют друг друга. У нас и в одном, и во втором романе рассказывается о мальчиках, о юношах, которые пускаются в путешествия по Мексике. В первом романе мы наблюдаем за Джоном Грейди, который жил на ферме в Техасе. У его деда была ферма, она вообще долгие годы принадлежала его семье. Но его мать, которая разводится с отцом, она принимает решение, что ферму они продадут, потому что она хочет уехать в город, ей это все надоело, ферма убыточная. И Джону Грейди, который очень хочет остаться, он хочет заниматься лошадьми, он, в принципе, видит в этом свою жизнь, она говорит о том, что в силу его возраста ничего она ему передать не может. И он видит свою дальнейшую дорогу в том, что с другом они отправятся в путешествие по Мексике, возможно, найдут себе работу и как-то пристроятся именно в той деятельности, которой им очень хочется заниматься. И их путь это очень жесткий, действительно очень жесткий путь взросления. И во втором романе мы видим такую же картину. Два брата отправляются в путешествие по Мексике, и их ждет такой же жестокий путь взросления. Но тут уже вмешивается и мертвая волчица с ее неродившимися волчатами. И здесь больше действительно замешивается чего-то туманного, мистического и потустороннего. И уже в третьем романе, вот эти герои первых двух романов, они встречаются. И мне очень понравилось, как четко и жестко строит свое повествование о Маккарде. Вот буквально, знаете, вот сказал, как отрезал. Вот прям ты чувствуешь вот эту вот рубленность, вот эту каждую точку в предложении. Но когда ты вот смотришь на всю эту историю, уже да вот полный у тебя взгляд, полная картина, ты понимаешь, что это повествование, оно идеально подходит всему, что происходило. И все те точки, которые ставил автор, они абсолютно на своем месте. Ребята, у меня осталась последняя книга, которая однозначно признана лучшей книгой февраля. Это Джойс Кэрол Оудс и ее «Блондинка». Это художественная биография Мэрилин Монро. Мне очень-очень понравилось, как сама автор в начале романа говорит о том, что «Блондинка» это рафинированная выжимка из жизни, поданная в форме художественного произведения. И когда ты думаешь после прочтения романа вот об этом маленьком нюансе, что сама автор называет свое произведение всего лишь рафинированной выжимкой, начинают немножечко шевелиться во всех местах волосы, потому что ты начинаешь думать о том, какова же на самом деле была жизнь Мэрилин Монро. Я сейчас буду вот все, что я говорю об этой книге, я говорю в рамках того, что написано здесь. То есть мы говорим именно о героине этого романа, а не о настоящей женщине, которая жила в 20 веке. Понятно, что художественная биография допускает свои вольности, но все-таки Оудс, она отталкивалась от дневников Монро, поэтому здесь множество стихов, которые писала сама Монро. Здесь есть стихи, которые уже писала Оудс под Монро. Здесь есть... Текст, кстати, не идет вот в стиле единого художественного произведения. Здесь есть такие вот сумбурные потоки мыслей нашей главной героини. Особенно часто прибегает вот к такому вот мыслительному процессу героини автор, когда случается нечто страшное, случаются какие-то поворотные моменты, которые наша героиня пытается осознать, пытается пережить, и чаще всего пытается потом забыть их или выкинуть вообще из своих мыслей о том, что с ней это когда-то было. Жизнь у Монро была тяжелая, трагичная, несмотря на то, что она сияла, сверкала, улыбалась везде, мелькала и считалась одной из самых красивых женщин, считается до сих пор. Но оказаться в шкуре Монро я бы не пожелала, честно говоря, никому. История начинается, когда Монро еще совсем маленькая девочка, как она жила с бабушкой, как она потом жила с матерью, и заканчивается ее последними днями. Уже по детству Монро понятно, что это поломанный, абсолютно поломанный в основании человек, который, вот я бы даже сказала, что у нее очень огромнейшие проблемы, вообще в принципе с психикой были. И ее жизнь помотала, подергала так, что какие-то вещи адекватно она воспринимать совершенно не могла. Все, что с ней происходило, это не поддается вообще каким-то логическим выкладкам, анализу. Такая жизнь, она просто невозможна. В силу того, через что Монро прошла и какой мы ее видели на экране, это был очень досильный человек. Сильный, несмотря на свою абсолютную поломанность. Она очень хотела, чтобы ее любили. Для нее это было очень важно. Это было ей записано в подкорку с детства. И в каких-то моментах, да, она была готова абсолютно на все, чтобы хоть каплю этой любви, неважно от кого заслужить. Не знаю, очень сложная история, очень сложная книга. Точно знаю, что она останется со мной надолго. И для меня самые подходящие слова к этому роману, это обнаженная, абсолютно оголенная проза. Когда перед тобой человек предстает, вот просто буквально с него спустили кожу. До самых последних костей, до самых последних мелочей, вот просто оголили, как только можно. И здесь даже, я бы сказала, не только сама Монро предстает нам оголенной, но и сама автор. По тексту чувствуется, насколько ее саму цепляет эта история. После этого романа я еще больше убеждаюсь в том, что Оудс абсолютно моя писательница. Следующая будет сага о Бельфлёрах. И, надеюсь, она меня тоже ни в чем, нигде не подведет. Вот такие книги, ребят, мы прочитали в феврале. Мне кажется, очень хорошее чтение было, чудесное, замечательное. И вообще, в принципе, пока нравится, как идет читательский год. Это очень здорово. Чем больше хороших книг в нашей жизни, тем лучше. Мы на этом будем заканчивать. Сказать уже все, да? Ты все свои книги рассказала про все свои книги. На этом мы будем заканчивать. Обязательно делитесь теми книгами, которые вас зацепили в феврале. Все месяцы. Всем спасибо за внимание, ребят. Всем пока. Котики, живите хорошо.